Бездефицитный бюджет не так уж безоблачен. Но сегодня депутатов беспокоят городские кредиты. Из-за высокого уровня закредитованности для муниципального бюджета действительно существует угроза. Банки могут не принять решения по реструктуризации задолженности. Кое-кто из депутатов предлагает даже создать антикризисную комиссию при Горсовете. Мы продолжаем и будем настаивать на замене коммерческих кредитов кредитами бюджетными. И эта работа будет продолжаться в рамках внутри и депутатского корпуса, и исполнительно-распределительного органа. В целом же городской бюджет на предстоящие годы, как и прежде, распределили по всем муниципальным программам. Традиционно большая часть денег уйдет на образование. Особое внимание уделили культуре и отдаленным микрорайонам. За счет сокращения некоторых статей расхода удалось добавить финансов в особо нуждающиеся сферы. Но депутаты вновь сетуют на сложившиеся денежные отношения с республикой. Если бы город, те все средства, которые зарабатывают, если бы они оставались в бюджете городском, то, конечно, на все это бы средства хватало. Но так как у нас остается, скажем так, порядка 16-20% всего лишь от всех сумм, которые мы собираем, то, естественно, этих средств не хватает. И мы вынуждены обращаться в вышестоящие бюджеты. Затронули на сессии резонансный вопрос по школьному питанию. Мэр Улан-Удэ еще раз подчеркнул, что бесплатное питание или льготы отнесены к полномочиям республики. И выразил надежду, что препирательств с народным хоралом в этом вопросе больше не возникнет. Мария Латышева, Данил Дурхисанов. Новости дня. Мария Латышева, Данил Дурхисанов. Новости дня.